Всем привет, друзья! Вы на канале Кибриотики. У нас сегодня второй день пребывания в Никосе. Вчера я вам показывал, в прошлых выпусках я вам показывал шоппинг в Никосе. Сейчас хочу вам показать немножко разных заведений, которые здесь есть. Вот, например, зашли мы в кофейню, покажу вам, как выглядит кофейня. Ну вот, пример кафе Лаватца. Довольно интересное кафе. Здесь прикольный интерьер, хороший. На выбор много сортов кофе разного. Кофейные аппараты, кофейные машины. Столики стоят, удобные места. Такие лаунж-зоны хорошие, приятно вообще окрашены стены, картины. То есть тут можно реально приятно провести время. Сейчас мы уселись с нашими девчонками. Ожидаем, когда сделают кофе. Кофе? Ну, мне сделают кофе. Это вам сладости всякие, а мне кофе. Я ощущаю себя как минский. Нет, ну просто здесь движ такой. И мне нравится то, что мы окунулись в это движение. Есть магазины, которые мне нравятся. Сейчас нашли итальянский магазинчик. Одежда там где-то 100 евро. Афа, нет, это я. Мама, я же знаю, я знаю все покупки. Ну вот, дочка говорит, что французский, в общем, одежда качественная, прямо очень классно садится. Цена где-то 100 евро. Привет, ребята, вам говорят, какие-то пилочки. Я рада видеть вас, потому что у меня сегодня прекрасный день. Я пила лимонный сок, а пилюхина у меня очень появилась. Я очень любилась целую вас. Мне нравится дать только поговорить немножко с ребятами. Она соскучилась, да? Скажи, мы уже давно не снимали детского канала. Надо снять для детского канала, да? Да. Обязательно снять. Сегодня суббота. Вот такая обстановка стоит в городе Никосия. Сейчас 2 часа дня. Много машин. Люди куда-то идут. Чем-то занимаются. Не знаю, рабочее время, возможно, у кого-то. Ну, то есть магазины, вещи работают, рестораны работают. Здесь чувствуется действительно город. И вот именно жизнь такая, как вот в Минске у нас, когда приезжаешь. Поэтому тем, кто любит движение, много людей, наверное, Никосия, может дать эти ощущения вам. Хочу показать пример обменника. То есть на Кипре, на Северном, есть банки, где можно поменять деньги. А есть так называемые обменники. Вот, в которых можно прийти спокойно, поменять денежку. В том числе можно поменять на... В том числе можно поменять здесь, в некоторых обменниках, вывести крипту. Вот так, друзья, выглядят эти обменные пункты. Называются, например, Monster Exchange. Типичный пример, как здесь переходит дорогу. Просто в любом месте поднимаешь руку и тебя пропускают. И, кстати, по поводу комиссий для обналичивания в кэш. Тоже самое крипты, биткоина, эфириума и других криптовалют. Здесь максимально выгодные условия. Минская комиссия. То есть если сравнить с Россией, Беларусью, у нас вообще даже таких криптообменников, как таковых, особо, наверное, и не существует нормальных. Здесь сплошь и рядом, получается, в каждом переулке в городе будет находиться такой похожий криптообменник. Этим самым Кипр и популярен. Потому что валюта, фактически криптоцифровая валюта, она находится вне контроля государственных органов регулируемых. И, соответственно, чтобы обналичить эти деньги, можно приезжать, в том числе и сюда. Наверное, так многие делают. И, соответственно, эти деньги выводят и потом тратят на свои цели. Там, может, покупают недвижимость какую-нибудь здесь. То есть тут легализуют, грубо говоря. Тем более, что учитывать Северный Кипр – это непризнанная республика. Соответственно, здесь какая-либо информация для других государств в плане запросов о недвижимости, в каких-то других моментах, она фактически официально не может поступить и не может быть получена. Сплошной поток из авто, куда-то направляющихся. Так, друзья, о, нет. Они направляются в магазин детских игрушек. Это опасно. Это опасно для моего кошелька. Ладно, пойдем посмотрим, что они там хотят посмотреть. Довольно большой магазин. Называется Toys Shop. Здесь большой выбор игрушек. Много барби. Ну, вот, смотрите, сколько стоит. Барби стоит 4-4 евро. Это меньше, чем, короче, белорусскими рублями. То есть это меньше, чем 20 рублей. Ну да, смотрите, ценится. А белорусская такая барби 50 рублей. Да, вот барби прям с таким набором стоит у нас 22 евро. Ну, цены, кстати, на игрушки, вот особенно на эти барби, они реально приемлемые. И можно много чего выбрать интересного. Так что, если вы приезжаете сюда и думаете, что тут ничего нету на Кипре, то я могу вас успокоить, тут игрушек хватает. Вопрос, что некоторые игрушки по ценам могут отличаться. Где-то что-то будет дороже, но где-то что-то можно найти и по цене уровня российской, белорусской, и даже дешевле на некоторые товары. Я вам просто покажу вот эту куколку большую, а смотрите, какие диналоги. Так, милаш эксперт по игрушкам сейчас, она водный курс делает. Как по ценнику здесь эти игрушки с вами? Дешевые на барби, касаемо барби, да, они здесь дешевле. Вот, смотрите, 16-17 долларов стоит вот такой вот планокен. Вот это 25 долларов, так где-то сколько получается? Ну, 25 долларов, все люди понимают. 25 долларов. Вот такая, если отдельная барби брать стоящая, они стоят по 4 евро. Ну, то есть 4 доллара, сейчас же курс лера упала. Ну да, 4 доллара. Ну, для мальчиков тут есть много разных машин, самосвалы, краны, спортивные тачки, гонки. Тоже скидки есть. Много лего, кстати, тут тоже вполне его хватает. Разных вариантов на любой вкус и цвет. По ценам на лего. Давайте сейчас посмотрим. Так, это лего. Да, это лего. Есть скидка на какой-то лего. Стоил 80 евро, стоит 25 евро. Я не знаю, что-то случилось такое, как его переценили. Ну, в общем, он стоит вот с такой большой скидкой. Есть еще поменьше наборы. Стоил 25 евро, стал стоить 6 евро. Прикольно. Довольно интересно. Пишите в комментариях, сколько у вас стоит там лего в магазинах. Сравним с Северным Кипром. Нерфы. Вот такой большой нерф разборный стоит 25 евро. Хочу сказать, что даже у нас в Минске магазинов такого формата с детскими игрушками не так много. София довольна? Сейчас мы купили самокат, сейчас буду оплачивать. Столько он стоит, получается? 300 тыли со скидкой. Так, он стоит 600 тыли, но у нас все на сайте он стоит 35. 40 фунтов стоит. А мы покупаем за 30 долларов его. Так, друзья, пока отнес в машину игрушки, которые купили. Я тут прогуливаюсь по дворам. Хочу сказать, что если сравнить с Фомагустой, то здесь мне вот частный сектор больше нравится. Вот именно дома, территория прилегающая. Здесь реально аккуратно. Сейчас я вам покажу, как тут все выглядит. Не знаю, с чем это связано. Либо я попал в такой район, Никосии, да, где все чисто. Либо в целом, Никосии, вот, намного лучше и аккуратнее все выглядит. Ну вот, посмотрите, такие дома. Здесь находятся улочки. Тоже, да, не такие проездные. Но в целом, если посмотреть, вот, придомовая территория. Много зелени. Хотя я не ожидал, что у них осисти столько зелени будет. Потому что я думал, что находится в центре острова. Тут больше будет такой же пустынности, да, и меньше всего такого зеленого. Но в целом, посмотрите, вот один из домов. Довольно аккуратный дом. Есть придомовая территория. Причем она огорожена. Вдоль заповерния, на заборе рассажены вот такие красивые кусты. Все аккуратно, чистенько. Самое главное. Напротив находится еще один дом, да. Смотрите, дом небольшой, да. Тут, например, нету какой-то там площадки рядом детской. Но территория вокруг дома выложена вот таким, такой брусчаткой, таким камнем. Внутри бетонированная площадка. Но, обратите внимание, здесь все чисто. Очень даже приятно ходить вот по этим дворам. Поэтому, в целом, Никосия в этом плане, ну, пока субъективно, как я вижу, более чистый и опрятный город. А учитывая то, что в Никосии, ну, то есть, Левкоше, да, извините, я все время говорю Никосия, Никосия. Фактически, по на турецком языке город этот именуется Левкоша. На Южном Кипре называется он Никосия. Здесь есть возможность для работы. Это связано с тем, что тут много разных организаций. Плюс идет сообщение с Южным Кипром. И, соответственно, возможности для работы больше. Вот мои подписчики, которые смотрят канал, некоторые из них работают в Левкоше. И они как раз писали, что если вы хотите приехать на Северный Кипр, ищите работу в нами, то Левкоша будет одно из лучших мест для поиска работы. Ну, вот это действительно город-город. Видно, что бурлит жизнь. Много магазинов. И ощущение того, что ты живешь в крупном городе, не покидает себя. И это тоже для меня, например, является более привычным, скажем, моментом, чем нежели брать пригороды, где комплексы располагаются разрозненно, а вокруг находятся поля, нет как такового движения, жизни. Здесь, попадая в этот город, в Левкошу, ты попадаешь в атмосферу жизни, движения. Еще, друзья, одна из особенностей, вот в России, в Украине, в Беларуси, много салонов красоты, да, там для женщин, там, чтобы делать прически всякие и так далее. Здесь, вот как в Турции, мужчины любят за собой ухаживать. Поэтому здесь много разных барбершопов. Они стоят фактически на каждом углу. И я, честно говоря, еще не видел за все время ни одного женского салона. То есть такое ощущение, что их вообще не существует. Прикольно. Вот сейчас покажу вам типичный барбершоп. Вот, называется он Пауни. Здесь делают стрижки чисто для мужчин. Барберы работают. Где салоны для женщин, друзья, понятия не имеют. Давайте сейчас вам покажу еще один из брендовых магазинов. Внутри вкусно пахнет. Есть часы от этого же бренда. Женские, может, мужские, не знаю точно. Ну и выбор одежды тоже довольно большой. Ну вот, например, такая куртка. Интересная, классная. Она стоит 22... Так, 220 евро. Вот такая фирмовая куртка. Firefighter. Классная жилетка, мне нравится. 113 евро. Хорошая брендовая вещь. Здесь есть и обувь. Как мужская, так и женская. Надо будет еще реку себя завести. Не знаю, там ходила, не ходила. Как раз посмотреть пальто. Есть байкеры даже. Разъезжает по улицам этого города. Хотя тут очень много премиальных тачек ездит. Там Мерседесы, БМВ, это основные машины. Есть брендовый магазин Puma. Уже внутрь не буду заходить, но в целом он присутствует, чтобы вы знали. Tudors. Мне марка не знакома, я не разбираюсь в этом. Брендзиум. Девчонки уже набрали вещей. Сейчас будем рассчитываться. Сами, 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 сами. Не знаю. Мечте штаны такие прикалываются. Не знаю, что-то за монтекать новое. Красотка. Подальше встань, пожалуйста. Ну это уже прикольно. Девчонки тоже длинные, как Алян. Пока. Мама надевалась, ты ее. Милана примерила мамину кофту. Слушай, Милан, у тебя на вообще самый раз тоже. Милан, ты можешь тоже ходить в этой кофте? Мам, это да. Патюшка. Двадцать и семь, мне целое мило. Выходим из магазина. Провели там полжизни в этом магазине. Сегодня были такие планы, ребята, масштабные у меня. Я тысячу ты лет. Планировал поехать. Куда там все планировал поехать? В Лапту. В Лапту. Планировал поехать. Фиг вам. Никуда не поехал. Остались в Манго и все. И только сейчас вышли вечером. Приехали утром. Выходим из магазина вечером. Вечерняя жизнь. Уже вам немножко посниму. Не коси. Левкоши. Все светится огнями. Магазинчики работают. Походу они не успокоятся. Пока все магазины не обойдут. Тут реально нормальные, хорошие, добротные магазины. С большим выбором. Кстати, выбор тут, да, Вика? Мне кажется, получше, чем в Минске точно. Чем в Беларуси. Да. Вот еще большой торговик Торос-центр называется. Здесь тоже хватает брендов Органза, Дома, какой-то Твин. В общем, хочу сказать, что Левкоша это тот город, где можно пошопиться. Заходим в очередной магазин. Мы вниз выйдем, когда учебку тоже идем. Хорошо. Я уже вижу хорошие вещи. Смотрите, какие красивые свитера, рубашки. Вот напишите, есть ли вот в Минске такие большие прикольные магазины с такой одеждой. Я что-то не припомню. Классная обувь с полотками такими все. Все круто. Дальше там уже вход в магазин Органза. Пройдем. Много пиджаков, то есть обуви, туфлей, лакированная обувь, кожаная обувь. Классная вот такая. Смотрите, вот интересные ботинки. В общем, шопоголики и мужчины, я думаю, в этом магазине могут себе что-нибудь выбрать. Отдельный зал с рубашками, с костюмами. Тут царит еще такой вот воздух, ароматизатор такой как бы дорогой парфюмерии. Вообще круто. Это уровень, друзья. Действительно уровень запонки. Я вообще сам по себе магазин сделал. Классно по интерьеру. Спускаемся вниз. Магазин Органза. Это уже, я так понимаю, больше женская одежда, скорее всего, будет тут. Классная, слышишь, вообще классная магазина тут. Я тебе скажу, что я не знаю, верно ничего делать с этим. С шопингом. С шопингом. Надо сюда ехать на улицу, купил все, что-то надо. В общем, друзья, в Никосии шопинг. Весь шопинг в Никосии. Здесь выбор больше и брендов, и магазинов, и площади больше. Класс. Друзья, я пожалею вас. Уже не буду вставлять много видео, как мы будем ходить еще по LC в Айкики. После этого, как мы пойдем еще в Теранову и другие магазины, которые идут по этой улице. Вот такой движ. У меня уже не хватает рук, чтобы держать эти пакеты. И это еще не все. Девчонки еще покупают в другом магазине себе вещи. После покупок мы проголодались. Решили зайти еще покушать пиццерию. Здесь, напротив, много разных кафе, заведений. Вот есть кафе, называется Италия. Здесь есть вкусная пицца. Сейчас покажу, что он себе представляет. Вик изучает меню Виктория. Как тут цены, Вик? Ой, слушай, они обычно какие-то маленькие. Я что-то пока не понимаю, сколько такие цены. В общем, тут цены дешевле примерно на процентов в два раза. Примерно на два раза, да. Сейчас посмотрим, какие порции будут. 40% точно в этом пакет дешевле, чем мы обычно делаем. Ну вот смотри, паста у нас в среднем 65-70 лир. Ага. Здесь 36-38. Ну процентов на 30 дешевле может быть. Ну 30, да. Ну смотри, пицца. 46-48 мы попробуем. Вот, Сонька, смотри, она. Вот, на вот эту хочу. Виктория, выбираю себе розы. У Милаши тоже теперь есть? Да. Класс. Девочки у папы попросили, да? Да. Вот еще интересная кафешка. Тут делают плов. Вообще круто. Вот такая куча плова. Готовит на вынос, все украшает. Что хотите, можете покушать. Такая красота. Ну а если вам, друзья, понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ну и пишите в комментариях, на какую тему видео вы бы еще хотели увидеть. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok